Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Пиратская жизнь. И я хотела поделиться бы с вами одной информацией с канала Нина Ши. Это Нина Ши является дочерью мамы-отличника. И в своём телеграм-канале она своим зрителям рассказала о рекламе препарата Озенпик. Как ей предлагали рекламировать препарат для похудения. И я, конечно же, выведу на экран, но я думаю, что будет плохо видно, поэтому я зачитаю. Нина, здравствуйте! Пишут ей из рекламной кампании. Нина, у нас есть запрос на сотрудничество. Есть подтверждённый проект фармакомпании на рекламу препарата для похудения аналога Озенпика. Размещение планируется с августа. Основные тезисы – только личный опыт. Подача обсуждается. Рассмотрим любой креатив. Главное – нативно и в обычном контексте жизни блогера. Сексуальные отношения, отношения с партнёром и собой. Карьера пошла в гору. Прибавление уверенности в себе, возвращение из декрета, восстановление после родов, подготовка к важному мероприятию, выступлению и так далее. Уточните, на каких площадках работаете, если их несколько, ссылки на площадки и стоимости размещения. Инстаграм – первая серия «Сторий Винст» и вторая «Рилс» плюс серия «Сторий». Вконтакте – серия «Сторий» и «Пост» плюс серия «Сторий». Вконтакте – видео плюс серия «Сторий». И дальше продолжение. Телеграм-канал. Фото, пост, кружочек, текстовый пост. Ютуб. Упоминание в ролике. Интеграция. Спецпроект. Готовы рассмотреть и другие площадки блогера при наличии. И предоставьте, пожалуйста, по всем площадкам инфу по статистике за последние 30 дней. Важно – работа без маркировки. Запрос срочный. Буду благодарен за оперативный ответ. Далее Нина пишет. Коротко о том, как фармакомпании предлагают блогерам рекламу препаратов для похуденья. Естественно, я отказалась, так как ни за какие деньги не буду рекламировать медицинские препараты, тем более которые могут нанести вред организму. Любые препараты для снижения веса должны назначаться врачом после сдачи кучи анализов и пройдя полное обследование. Я считаю, пишет Нина, что не должны блогеры подбивать зрителей на какие-либо манипуляции со своим здоровьем. Это может нанести непоправимый вред. Как можно колоть препараты, созданные для диабетиков, если у тебя диабета нет? Как можно колоть препараты, которые не имеют долгосрочных испытаний? Неизвестно, какие последствия будут через 5, 10, 15 лет. Любые препараты должны использоваться строго под надзором врача. В общем, к чему я это всё пишу? Я осуждаю блогеров, которые ради наживы соглашаются на рекламу медицинских препаратов, играя на проблеме многих людей, не отдавая отчёт своим действиям. Не ведитесь на такого рода рекламу. Это опасно для вашего здоровья. Вы знаете, вот это золотые слова. И вот теперь, ребят, я на 100% уверена, что пиратка нам хотела втюхать препарат для похудения. Да, препарат, о котором она не говорила по договору с рекламодателем. Но договор, видимо, был такой, что если вдруг где-то будут спрашивать в личке или ещё где-то, она якобы будет советовать и говорить название препарата. Знаете, это действительно противно и действительно вот такое враньё недопустимо. Пусть она даже не называла, а говорила, что назначает врач исключительно и якобы только если показан этот препарат, да, но она нам показывала, да, как она колет уколы. Она взвешивалась ежедневно. Она нам впаривала в мозг, что она ещё и диету поддерживает. Хотя никакой диеты не было и никакого похудения, соответственно, тоже не было. Какой она была, такой она и осталась. Единственное, что было, это жестокие, прям жесточайшие фильтры, в которых она себя постоянно уменьшала. Ну что, Ниног, вот так вот ты решила с людьми поступать, советовать медицинские препараты через личку. Я более чем уверена, что ребят ей пишут, а она подсказывает, да, какой препарат она якобы колола. Но я не думаю, что она его колола. И те блогеры, которые соглашаются на такие манипуляции, да, якобы со своим организмом и пиарят препараты медицинские, естественно, естественно, низко плюхнулись в помойку. И это ужасно, потому что последствия от этих препаратов тоже жесткие. Что там у нас? Ниног в отпуск захотела? Резко захотела в отпуск. Деньжат особо не заработала на канале, зато за рекламу бабки подняла хорошие. Вот теперь, конечно же, можно прокатиться в отпуск. Пиратка дурила людей на своем канале, да, и схудала бедность вся под фильтрами. А теперь можно жир наедать и ехать куда-нибудь, да. И потом стонать, что как она разжирела. Причем резко. Через какую-то неделю или две. Ну, потому что она не худела. Пиратка, ну ты уже ниже дна просто рухнула. Просто уже настолько вляпаться еще и в медицинские препараты. Я не знаю, наверное, можешь только ты. Потому что тебе пофигу и на свое здоровье, и на чужое здоровье. Тебе на всех всегда было пофигу. Тебе пофигу было на мать. Тебе пофигу было на отца. На себя тоже тебе плевать. Да, потому что если бы было не плевать, то, наверное, ты как-то бы, возможно, выглядела по-другому. Да, и задумывалась, наверное, о себе. Но, к сожалению, ты можешь думать только о деньгах. Да, ты можешь думать только о хайпе, о жрачке и больше ни о чем. Это так. Это так. Но я вот, знаете, удивлена до сих пор тем комментаторам, которые ей написывали. Давай, Нина, давай! Давай, Нина, ты сможешь! Ты смогла! Что она, простите, смогла? Что она сделала? Она похудела? Да не похудела она. Где вы видели, чтобы она похудела? Типа, якобы, на уколах. Ну, не смешите меня. Она даже уколы не колола. Она ни разу не показала сам вот этот вот процесс, как она колет укол. Всё время это выглядело со стороны, и никаких уколов настоящих, да, я не увидела. Всё это хитрая съёмка пиратки. Даже свой вес она не может снять. У неё везде склейка, обрезка и обман зрителей. Опустилась просто уже ниже дна, ниже плинтуса. И разве, ребят, можно верить, что она когда-то исправится? Никогда она не исправится. Она какая была, такой она и останется. Человек просто неисправим. Просто неисправим в плане лжи. Ради выгоды она будет брехать всем и столько, сколько надо. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.